Танго и Кэш И он решил снять многобюджетный фильм Настоящее большое голливудское кино Поначалу все было хорошо 55 миллионов долларов Американский продюсер Сильвестр Сталлоне А вот дальше начались закавыки Фильм должен был снимать Барри Зоненфельд Как оператор, автор людей в черном Что-то у них с Сильвестром Сталлоне не заладилось Сильвестр настоял, чтобы заменили оператора Очень сложно сказать, что было бы Если бы Зоненфельд с его удивительным кинематографическим чутьем С его абсолютно волшебной камерой сам снял бы этот фильм Никто не знает Начались съемки И Андрей Сергеевич Кочеловский первый раз в жизни Столкнулся с разницей между продюсерским и независимым американским кино Жесточайший диктат продюсера Жесточайший Продюсер утверждает каждое слово Каждый кадр Каждую мизонсцену Каждую постановку камеры И практически каждую монтажную склейку Хотя на самом деле танго и кэш Несмотря на то, что этому фильму Уже сколько, около 30 лет Он очень хорошо смотрится Он абсолютно актуален Он живой Он бывает, сами знаете, фильмы, которые смотришь, понимаешь, они сняты давно Этот фильм не вызывает ощущение, что он снят давно В нем нет архаики Он офис современный Он современно снят, современно смонтирован И, конечно, именно проработка образов Это заслуга Кочеловского У фильма практически не было готового сценария То есть тот сценарий, который хотел Кочеловский Ему не давали его дописывать и снимать И пока шли съемки, сценарий был не готов Финала не было Вот до самого конца это вообще невозможно Кочеловский говорит, что я думаю, что в Америке Уж в Америке-то, понятно, в России, наверное, при нашей безответственности, безхозяйственности Это, возможно, может быть, было бы и то, наверное, нет Но в Америке это вообще нонсенс Без сценария фильм снимать Да, действительно, когда начались съемки, сценария толком не было Потому что сценарий постоянно переписывался, переделывался И шла постоянная борьба интересов продюсеров и режиссеров Вы знаете, как бывает в справочной литературе О фильмах пишут, что эту роль могли бы сыграть Идет целый перечень фамилий И когда их читаешь, то понимаешь, что могло бы быть совершенно другое кино Я могу вам привести очень простой пример Каждый из вас, сидящих в этом зале Каждый без исключения, вне зависимости от возраста Смотрел фильм «Операция И» Правда? Все смотрели Там есть новелла про студента на стройке Где роль того самого Феди Помните? Надо, Феди, надо Играл замечательный артист Смирнов Но мало кто знает, что первой пробой к этому фильму проходил Владимир Семенович Высоцкий И теперь представьте себе это кино Где вместо Смирнова играет Высоцкий Просто другое кино Возможно, «Танк и кэш» был бы другим фильмом Потому что вместо Курта Рассова, героя боевиков Должен был сниматься Патрик Суэйзи Артист совсем другого плана Артист интеллектуальный Артист духовный, душевный Не знаю даже, как подобрать слово Мне абсолютно кажется, что, возможно, с Патриком Суэйзи Это было бы совершенно другое кино Но кино не терпит вообще, как жизнь не терпит сослагательного наклонения Так же кино не терпит сослагательного наклонения Андрей хотел сделать психологический боевик Боевик драматический Боевик о людях Боевик, в котором главное Должен был быть не объем мускулов А объем головного мозга Это была история людей Столкновение характеров Столкновение разных жизненных позиций Разного интеллекта По-разному относящихся к жизни И так далее Для меня герои Особенно Столлоне Может быть, в меньшей степени Курта Рассела Это некий другой герой Для меня образ Сильвестера Столлоне Это другой образ Это образ Больше интеллектуальный Это образ Больше думающий, чем действующий Вы обратите внимание Что в этом фильме Столлоне не так уж и блистает мышцами Он надел очки И у него, посмотрите на его лицо В этой картине Это не Рэмбо Это не Рокки Я не знаю, это, наверное, мое личностное восприятие Но Но вы знаете, что его фамилия Американцы произносят как Столлоу Не Столлоне, а Столлоу Хотя у него есть итальянские корни Но очень забавно Бабушка Сильвестра Столлоне Вообще родом из Одессы И вот, может быть, вот эти корни Как раз в этом фильме Вы увидите лицо Человека, к которому мы больше привыкли И у Рассела, и у Столлоне У них уже бэкграунд был за плечами Сложившихся образов Сложившихся типажей Рокки Рэмбо С одной стороны у одного Змея Плискина у другого И здесь они другие В Америке существует правило Если режиссер отснял большую часть фильма Его имя идет в титрах То, что вы увидите сегодня Это не совсем фильм Андрея Сергеевича Михалкова Кочеловского Это монтаж Который сделал Даже не указанный в титрах Итальянский режиссер Американец итальянского происхождения Маньоли Которого не указали в титрах Потому что Андрей отснял Большую часть этой картины И конфликт с продюсерами Начался с главным продюсером Уже во время монтажа Но даже то, что вы увидите сейчас Вы сможете понять Чем этот фильм Отличается от стандартных Голливудских боевиков Наверное, есть такое выражение Загадочная русская душа Которое мало кто может понять Его, наверное, можно только почувствовать Но, возможно, в этом фильме В отличие от многих Классических боевиков Есть та самая душа Ну, во-первых, нельзя говорить Наш сегодняшний зритель Потому что зритель Зрителю рознь И, возможно, люди Которым нравятся любовники для Марии Вообще не примут танго и кэш В принципе Потому что это разное кино И действительно Не так много режиссеров Которые владеют разным кинематографом Андрей владеет разным кинематографом От многобюджетного До абсолютно действительно Авторского лоу-баджет В прокате этот фильм Получил 120 миллионов долларов То есть это считается успешное кино? Вот по меткам того времени Значит, с прокатом Очень любопытная история Фильм в Америке Собрал 63 миллиона При бюджете 55 Это для американского кино Вполне неплохо Но есть еще одна Совершенно, на мой взгляд Удивительная вещь Дело в том, что эта картина В американской ренте То есть прокат DVD-дисков И видеокассет Собрала 30 миллионов долларов То есть практически половина Кинотеатрального бюджета Если в кинотеатральном прокате 63 миллиона То от просмотра дисков И видеокассет с этим фильмом Было собрано 30 миллионов Это огромная цифра Гигантская, поверьте И очень любопытно То, что фильм, который Не самым лучшим образом Прошел в американском прокате Даже учитывая имена Сталлона и Рассела С большим удовольствием Люди смотрели дома Потому что это действительно Кино, над которым надо думать А думать всегда легче дома Вот то, что здесь В этом фильме стандартного Это от продюсера А то, что вам покажется И то, что вы почувствуете Отличает этот фильм От стереотипа От того слова Боевик, к которому Мы все привыкли Вот это От Андрея Сергеевича Михалкова Кочевовского Поэтому у вас В общем задачи Достаточно сложные С одной стороны Захватывающий сюжет Замечательная игра актеров А с другой стороны Попробуйте подумать Над этим фильмом Мы знаем истории Когда режиссер Потерпев неудачу Неудачу Не за счет того Что не справился А на него давили Его заставляли Его ломали Ему не давали Вспомним Андрея Смирнова В советское время Который вообще ушел Из кино После того Как ему не дали Снять фильм И он не смог Это пережить Еще был Владимир Аскольдов Который снял фильм Комиссаров И потом работал Замдиректором кинотеатра Много было таких историй Вот мой вопрос Как вы думаете Вот эта вся история С фильмом Танго и Кэш Я представляю Насколько она Все-таки ломала Личность Кончаловского Он подчинялся Он соглашался Он боролся Ему не давали Вот он Вышел из этой истории Каким Знаете Родной брат Андрея Сергеевича Михалкова Кочаловского Никита Сергеевич Михалков Как-то в беседе Со мной Я у него спросил Про какими качествами Должен обладать режиссер И вот помимо Тех творческих качеств Которые наверное Каждый из нас Себе более-менее представляет Одним из главных Качеств режиссера Назвал Умение держать удар Умение держать удар Андрей Сергеевич На взгляд С абсолютной честью Из-за этой ситуации Вышел И Одиссея Очень точно Этому подтверждение Он пробил Голливуд И снял То, что он хотел Конечно Он действительно Попал в машину О которой Он не имел Ни малейшего представления Ни в Советском Союзе Ни работая Над независимыми фильмами Он не представлялся Что Голливуд Это машина Машина Которая перемалывает Которая переламывает Ваш любимый фильм Кончаловского Танга и Кэш И поиск Беглетт Очень главный Достаточно дружеских отношений С Эриком Робертсом Мы с ним познакомились В 98-м году И даже Не посчастливилось Единственный мой Актерский опыт Я снимался в кино Такой совместной Продакшн В котором снимались Эрик Робертс Майкл Мэтсон И Стивен Болдин Может быть он когда-нибудь Выйдет на экран И Эрик Робертс Мне сказал Что Андрей Кончаловский В работе Похож на дирижера Симфонического оркестра Он слышит каждый инструмент Отдельно Но и управляет Всеми инструментами В целом На мой взгляд Это абсолютно точное сравнение Режиссуры Андрея Кончаловского С точки зрения Человека Находящегося В нашем Кинематографическом социуме Андрей Кончаловский Человек независимый На него очень трудно повлиять И очень трудно Если он в чем-то уверен Он от этого не отступит Если он знает Что он хочет сделать Он от этого не отступит Если у него есть Некая точка зрения Он не будет отстаивать Никогда не опускаясь До скандалов До выяснения отношений Он ее отстаивает Аргументированно Но и в то же время Абсолютно убежденно Спасибо Обратите внимание На очки Сталлоне И впрочем Ну правда Из Одессы Честно Спасибо 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 Спасибо